добрый день уважаемые трейдеры вас приветствует компания winoption signals и сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов m5 scalping данная стратегия по большей части предназначена для таймфреймов в 5 минут и экспирации в одну свечу но при желании использовать ее можно на любом таймфрейме так как индикаторы данной стратегии являются универсальными и основными в стратегии являются индикаторы сигналов и индикаторы уровней несмотря на то что в стратегии основными являются всего два индикатора как было сказано ранее дополнительно используются еще и два других индикатора которые выступают в качестве фильтров и каждый из индикаторов стратегии можно настроить. Сигнальный индикатор имеет всего несколько настроек и относятся они к видам стрелочек и способу появления сигнала. Если в переменной lagbar поставить единицу, то стрелочки будут появляться после закрытия свечи, а если поставить 0, то стрелочки будут появляться сразу же при наличии сигнала. Оставить конечно лучше настройки по умолчанию с единицей, так как такие сигналы будут более верными и не будут перерисовываться. Следующим важным индикатором является индикатор уровней. И сразу хочется сказать, что новичкам менять настройки в данном индикаторе не стоит, потому что здесь их довольно много. Тем более, что стандартные настройки работают очень неплохо. Единственное, что можно будет попробовать использовать ради эксперимента, это первые три настройки. И данная переменная отвечает за включение или выключение индикатора. Вторая переменная отвечает за использование уровней для форекса. Но не стоит спешить отключать ее, так как если вы торгуете бинарными опционами на валютных парах, то данная функция будет также полезна, так как имеет прямое отношение именно к валютам. Третья переменная отвечает за дневную формулу, но если торговля ведется внутри дня, то данный параметр никак не влияет на уровни. Все остальные настройки лучше оставить такими, какие они есть. Следующими двумя индикаторами идут два фильтра, которые находятся в подвале. И каждый из них можно настроить по собственному желанию и сделать индикатор более чувствительным или же наоборот. Но поначалу, конечно же, лучше использовать стандартные настройки. Второй подвальный индикатор настраивается точно таким же образом, но настроек в нем в разы меньше, зато есть алерты. Также из преимуществ данной стратегии можно отметить выделение фоном текущего дня, который размечает день не только по времени, а и по максимуму и минимуму дня. И также в стратегии присутствует мини-информационная панель, которая показывает диапазон в пунктах как для текущего дня, так и для вчерашнего. И также в пунктах показан и 30-дневный диапазон. Вся остальная информация имеет прямое отношение к торговле на рынке Форекс. И не несет пользы для трейдеров бинарными опционами. Как уже говорилось ранее, ключевыми в данной стратегии являются уровни и сигналы. Чтобы более подробно рассмотреть уровни, можно переключиться на часовой график, где можно увидеть, что уровней в день строится довольно много, а значит цена часто будет с ними взаимодействовать. Сигналов на графике, как можно видеть, появляется также довольно много. И это относится как к часовому графику, так и к пятиминутному. И говоря о правилах торговли по данной стратегии, приоритетным все же будет считаться пятиминутный таймфрейм. Так как в стратегии M5 Scalping цена очень часто будет соприкасаться с уровнями, тренд не будет иметь первостепенного значения. И сделки можно совершать как по тренду, так и против тренда. Но конечно же по тренду сигналы будут в разы точнее. Торговать по данной стратегии можно двумя способами. И первым является основной метод, который включает в себя как сигналы, так и уровни. И для опциона Call необходимо, чтобы рядом с уровнем появилась стрелочка направленная вверх, а оба подвальных индикатора были синего цвета. Для опциона путь же необходима стрелочка направленная вниз, которая также появляется рядом с уровнем. И оба подвальных индикатора должны быть красного цвета. Экспирация при этом используется в три свечи. Также важно отметить, что учитывать для сигнала можно как отбой от уровня, так и его пробой. И примером покупки опциона Call может послужить данный участок, где данная свеча довольно сильно пробила уровень, после чего появилась стрелочка и также подвальные индикаторы были синего цвета. Примером опциона Put может послужить данная свеча, где сигнал появился уже после пробоя, а подвальные индикаторы стали красными. Вторым способом торговли по данной стратегии является метод, который подойдет для турбоопционов. И правила у него остаются точно такими же, но при этом не обязательно использовать уровни, а экспирация составляет всего одну свечу. И для примера можно рассмотреть данный участок и эти два сигнала, где сигнал для опциона Call появился на гистограммах синего цвета, но при этом рядом не было уровня. То же самое можно сказать и про сигнал для покупки опциона Put. Уровень находится выше, но при этом все остальные показатели сошлись и можно открывать опцион с экспирацией в одну свечу. И в заключении хочется отметить, что если вы планируете использовать второй метод для торговли турбоопционами, то обязательно стоит помнить о том, что он является более высокорисковым. И поэтому его стоит тестировать на демо счету, а во время торговли придерживаться правил мани менеджмента и риск менеджмента. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!